Привет всем! С вами Марк Фокс с YouTube-канала «Удивительное пророчество». У нас для вас есть специальная программа в прямом эфире. Что-то большое, что-то пророческое, что-то глобальное происходит в мире сегодня, и большинство людей не догадывается об этом. Я говорю о Всемирном экономическом форуме и его новой инициативе под названием «Большая перезагрузка». Мировые лидеры рассматривают COVID-19 пандемию как катализатор для большой перезагрузки. Итак, мировые лидеры проталкивают и продвигают большую перезагрузку. Большая перезагрузка призвана сохранить и радикально изменить мир к лучшему. Следовательно, некоторые находят это вдохновляющим, а некоторые — ужасающим. Также некоторые утверждают, что это окончательное решение многочисленных кризисов, с которыми столкнулся наш мир сегодня. И я думаю, что слово, которое действительно описывает то, что происходит в нашем мире с библейской, пророческой точки зрения, есть слово «конвергенция». Я считаю, что все сближается и объединяемся. Ложимся сегодня спать, просыпаемся утром и уже не узнаем наш мир. Все в постоянном движении. Все очень быстро изменяется со всех сторон. И куда приведут все эти изменения? С исторической перспективы наш мир меняется темпами, не виданными раньше в истории человечества. Что это такое? Это большая перезагрузка. Кто стоит за этим? Почему они этого хотят? Как это может повлиять на вашу и мою жизнь? Какая моя библейская и пророческая перспектива? Все это и многое другое в этом особенном выпуске. Также, глядя на глобальную перезагрузку, мы посмотрим, чего можно ожидать и на что мы должны обратить внимание в 2021 году. С библейской перспективы, смотря на заголовки, ежедневные новости, посмотрим, что мы должны искать, придерживая одной рукой Библию, а другой рукой придерживая новости. Мы будем в состоянии видеть связь, мы увидим пророчество в заголовках, мы увидим пророчество в новостях. Часто то, что в новостях не стоит внимания. Вы должны знать, каким новостям отдать приоритет. И, конечно же, в онлайн-новостях вы можете выбрать, на какие новости вы хотите обратить внимание. Потому что есть некоторые апокалиптические события, которые происходят прямо сейчас в мире, и на которые мы должны обратить внимание в библейской пророческой перспективе. Не пропустите это и многое другое. Будьте в курсе. Итак, приближается 25 января. Большая перезагрузка. Многие понятия не имеют об этом. Мы хотим поделиться с вами тем, что мы узнали. Большая перезагрузка была предложена участниками организации, известной как Всемирный экономический форум, основанный в 1971 году. Кто является членами этой организации? Это некоторые из мировых лидеров. Это продвигатели и шейкеры мировой экономики. Это лидеры крупного бизнеса. Это богатые люди и элиты, которые ежегодно встречаются в Швейцарии. Итак, журнал Times сделал обложку с рассказом об этой большой перезагрузке и пандемии COVID-19. И этим представил уникальную возможность поразмыслить, какое будущее мы хотим иметь. Times корпорировался со Всемирным экономическим форумом, чтобы спросить ведущих мыслителей, поделиться идеями о том, как преобразовать наш образ жизни и работы. Также Sky News в Австралии. Это видео вы можете посмотреть сами. Это план, глобальный план по внедрению радикальных изменений. Большая перезагрузка, которая намеревается использовать страх, порожденный коронавирусом, чтобы изменить мир и достичь нулевого выброса, уведомляет ведущий новостей Sky News. Я окунусь с головой в эту историю, так как мы приближаемся к 25 января. Это может быть одним из наибольших сюрпризов января 2021 года. Очень многое из этого, что происходит прямо сейчас в мире, есть в книге Откровения. Прямо из библейского пророчества, по моему скромному мнению. У меня есть новости о большой перезагрузке из Christian Broadcasting Network. Я просто читаю. Когда я делюсь с вами новостями, это не значит, что я со всем согласен. Я просто делюсь. Глобальные мировые элиты планируют для вашего будущего большую перезагрузку, то есть план, который вовлекает ваше и мое будущее. Так что вы должны быть внимательны, что вы ничем не будете владеть, и к тому же будете этому рады и счастливы. Я знаю, что это звучит очень экстремально, но вы можете сделать также свои самостоятельные исследования. Мы покажем некоторые основные моменты, а также, посмотрев в Библии, их видения, путешествия будут ограничены. Ваша диета будет контролироваться, а валюта будет цифровой. И мы видим это постепенное движение в разных частях мира и даже в Соединенных Штатах Америки. Это постепенное движение к безналичному обществу. И многим изучающим библейские пророчества всплывает в уме пророчества из Откровения 13, 16 и 17, которые говорят, что скоро будет экономический бойкот и экономические санкции, которые навяжутся тем, кто не согласится поклониться зверю, образу зверя и получить начертание зверя. Глобальная элита, мировые лидеры и Всемирный экономический форум очень прозрачны в отношении того, что они хотят делать, чего они хотят достичь. Так что это не как в темном углу где-то и совершенно загадочно. Нет, нет. Они выложили план, и я уверен, что многие планы все еще развиваются. Послушайте эту цитату. Это не теория заговора. Это хорошо документированные движения среди многих очень влиятельных людей мира. Говорит Джастин Хоскингс, редакторский директор Hartlett-Института руководствующего органа большой перезагрузки. По своей сути, он говорит, это радикальное и полное преобразование всего, что мы делаем в нашем обществе. Хоскингс добавляет, что это изменит способ оценки бизнеса. Они сказали, что коронавирусная пандемия является собой историческую возможность изменить путь, которым идет мир. Они смотрят на COVID-19 и говорят, сейчас наше время. Это время возвращать новый мировой порядок. И помните, я недавно сделал видео о том, как папа объединился с крупным бизнесом, чтобы так сказать, выковать новый мировой экономический порядок. И они также называют это инклюзивным капитализмом. И папа был главным архитектором. И его уважают как морального проводника, как морального лидера в этом стремлении, в этом движении к реформированию капитализма. И поэтому мы действительно говорим о некоторой очень агрессивной стратегии, которую применяют в попытке изменить течение вещей в обществе и глобальной экономике. Что предсказывает Библия и что применимо сегодня и в ближайшем будущем? Мы не знаем ни дня, ни часа, мы не устанавливаем даты на этом канале. Мы не знаем, когда происходит, но мы можем оглянуться вокруг и увидеть знаки времени. Они просто красуются перед нами. Это как свет неоновых огней. Как звук сирены, предупреждающий об опасности торнадо. И, конечно, мы видим, что этот COVID-кризис влияет на глобальную экономику, общество, психическое здоровье и так далее. Здесь говорится, что их решение есть по существу глобальным социализмом. Это то, что говорит CBN. Подумайте о новой зеленой сделке в сочетании с ограничениями, связанными с локдауном и добавлением того, что называется четвертой промышленной революцией, в которой технология должна радикально изменить наш образ жизни и работы. Обратите внимание на эту повторяющуюся тему радикального изменения. Все меняется и все изменится. И изменения происходят быстро и яростно. Клаус Шваб, основатель Всемирного экономического форума, говорит, что четвертая промышленная революция приведет к слиянию нашей физической, цифровой и биологической идентичности. И помните, что я могу только показать основные моменты и что это не исчерпывающий обзор большой перезагрузки. Мы выделяем основные моменты и смотрим священные писания на библейские пророчества. Здесь говорится, что она имеет поддержку не только мировых лидеров, но и мировых корпораций, таких как Мастеркард, BP. И это преподносится людьми, которые думают, что знают, что для вас будет лучше. Хаскин говорит, что элиты, технократы, самые образованные люди видят шанс контролировать и манипулировать общество, потянуть за рычаги в обществе, чтобы в сознании было все в порядке. Избранный президент Джо Байден имел слоган «Build back better». И указайте, кто цитировал это. Правильно, это Папа Франциск. Папа Франциск является неотъемлемой частью этого мировоззрения, которое выражается всемирным экономическим формом. Джастин Тудао, Папа, Принц Уэльский, лидеры по всему миру держат этот слоган и то, что стоит за этим «Build back better». Так что вы будете поражены тем, сколько мировых лидеров на борту с этим глобалистским планом. Даже люди, которые утверждают, что они консерваторы, но явно не являются таковыми. Это хуже, чем нацизм, это хуже, чем коммунизм, это хуже, чем фашизм. Эти ребята планируют захватить весь мир. Мы узнаем больше о большой перезагрузке, когда состоится Всемирный экономический форум в очередной раз 25 января. Все связано. Если вы читаете Откровение 13, то это проясняет, дает четко понять, что к метке зверя будут принуждать. Мы не делаем вид, что мы знаем все о том, как придет метка зверя, но мы знаем некоторые вещи наверняка, некоторые точно. Мы знаем, что будет ложное единство, которое будет развиваться. И в это ложное единство, в конце концов, будет включено принуждение к метке зверя. Как я уже поделился с вами на моем канале, я верю, что Соединенные Штаты Америки будут первой нацией, которой будет навязана метка зверя. Это мое мнение. Я считаю, что это правдивая интерпретация второго зверя из Откровения 13. Если Библия указывает пальцем на римскую папскую власть, тогда римская папская власть должна быть поставлена в центр внимания и быть разоблаченная в том, чем она является, очень коррумпированной религиозной политической властью. «Помните, я верю, что Бог любит католиков, Бог любит протестантов. И я считаю, что некоторые вещи неправильные у обоих, у католиков и протестантов. Есть некоторые вещи, которые неправильны. Но также есть много вещей, которые являются хорошими. Нам нужно иметь духовную проницательность и библейские знания». Форум раскрыл повестку дня на 2021 год, утверждая ежегодное собрание политических и бизнес-элит 25 января. Повестка дня также отметит запуск инициативы большой перезагрузки и начало подготовки специальной ежегодной встречи весной. Так что будет встреча весной. 25 января – это лишь подготовка к приближающейся встрече весной. Каждый день будет фокусирован на одном из пяти пунктов инициативы большой перезагрузки. Избранный президент Джобайлин готов присоединиться к Парижскому климатическому соглашению. И Папа создал его энциклику «Лаудату сии», которая включает в себя воскресный отдых, становясь речным законом. И я весь в этой теме. Потому что Бог дал нам седьмой день, субботу. А римская католическая церковь изменила субботу, субботы на воскресенье. И католическая церковь Папа желает, чтобы воскресенье было в силе. Назовем это воскресным законом. Как я уже сказал, Папа включает в его энциклику «Лаудату сии» заботу о нашем общем доме. Включает исполнение и принуждение к воскресенью. Я не согласен с этим. Я считаю, что религиозная свобода означает, что вы можете поклоняться в любой день, в который вы считаете, что Бог хочет, чтобы вы это делали. Убедитесь только, что Бог привел вас к этому. Он говорит, что избранный президент Джо Байден готов вернуться в Парижское соглашение по климату. Соглашение, которое грозит уничтожить больше, чем миллионы американских рабочих мест, и быть управителем большой перезагрузки. В результате которой неизбранные глобальные бюрократы хотят изменить мировую экономику за счет отмене денег, частной собственности и демократии ради нового мирового порядка. Повестка будет включать глав государств и правительства от G20 и международные организации, дающие социальные отчеты о состоянии мира. Лидеры и общественные деятели обсуждают в группах, как развивать и ускорить общественное частное сотрудничество в критических вопросах, таких как коронавирус, схемы вакцинации, изменение климата и прочее. В основном они говорят, что мы должны спасти мир, мы должны изменить мир. Если мы хотим спасти мир, необходимы радикальные изменения, и каждый должен вмешаться, все должны объединиться. А как вы думаете, кто будет впереди и в центре, как очень уважаемый моральный лидер всего этого? Не обязательно знать высшую математику, чтобы это понять. Большая апоция книги Даниила и откровения этих книг-близнецов имеет дело с пророчествами последнего времени. Книга Даниила в Ветхом Завете, откровение, как последняя книга Нового Завета в Библии. Эти книги-близнецы охватывают много схожего материала, и эта книга сильно фокусируется на власти римского папства. Я не атакую людей, которые находятся под этим влиянием, но скорее разоблачаю очень коррумпированное учреждение. Оно делает много хорошего и примешивает. Хорошо, посмотрите на историю, посмотрите на темные века. Библия говорит не забывать о темных веках. Что произошло в темные века? 50 миллионов людей погибли в темные века. Читайте Даниила 12.1, Откровение 3.10, Откровение 13, 14, 17, 18. Взгляд на эти мощные пророчества очень четко объясняют, что впереди будут трудные времена. И вы знаете, они рассказывают о темной зиме. Да, Библия действительно говорит, что и худшие еще впереди, и лучшие еще впереди. Лучшие еще впереди, так как Иисус придет снова забрать нас до небеса. Это отличные и хорошие новости. Нас заберут из этого беспорядка. Иисус собирается освободить нас. Но будет день паники, потому что большинство не будет готово. Те, кто не готов пойти на небеса, они не делайте этого. Они остались мертвыми. Читайте Откровение 19. Либо вы идете на брачный ужин Ягненка, либо на ужин птиц. Читайте Откровение 19 об этих двух ужинах. Я хочу продолжить. Послушайте, я считаю, что сцена, приготовленная к финальным событиям уже, они произойдут в быстрой последовательности. Я имею в виду самые последние события, а именно навязыванные метки зверя, которые еще не навязываются. Но это происходит быстро. Бот говорит, что он поручил своим ангелам сдерживать 4 ветра раздора. 4 точки компаса. Бог сдерживает ветры раздора, так что его люди могут сначала быть запечатлены. Противоположность отметке зверя. Есть печать Бога. Слава Богу! Здесь то, что мы можем ожидать в 2021 году. Позвольте мне сразу перейти к этому. Позвольте мне сказать, чего нам ожидать. Мы можем ожидать стихийные бедствия. Большей интенсивности и частоты. Стихийные бедствия усугубляются. Итак, землетрясения, цунами, циклоны, ураганы. Наводнения, пожары и все прочие апокалиптические катастрофы. И поэтому вы можете быть уверены, что это произойдет. Потому что Иисус сказал, что это произойдет в Матфея 24 и Луки 21. Там есть каталог знамений времени. Вы можете поставить отметку «Случилось, случилось, случилось». Но то, что случилось, продолжает случаться и будет происходить дальше. Но станет, а также станет хуже. Станет более интенсивным. Так что нас призывает ответить на кризис ковида. Иисус сказал, что будут эпидемии и будет голод. Объединенные нации, и я сделал про это видео, предупреждают, что в 2021 году мы испытаем величайшую гуманитарную катастрофу, величайший гуманитарный кризис со временем создания организации объединенных наций 75 лет назад. Это очень агрессивный язык, который используется он, папой, всемирным экономическим форумом, элитой и так далее. Так что вы можете видеть, что ответ на ковид есть с тревожным звонком проснуться. Нам нужно внести некоторые изменения и так далее. А как насчет изменения климата? Мы должны изменить то, как мы живем. Должны быть радикальные изменения образа жизни и так далее. Это важно. Чего вы можете ожидать в 2021 году? Больше стихи небесный, ведущих к большему толчку повестки дня по изменению климата, который будет включать в себя воскресный закон. Пророчество не может спасти вас. Возможно, вы знаете все о знаке зверя. Вы можете знать все об Антихристе. Вы можете знать все о признаках времени. Но это не спасет вас. Что касается меня и моего дома, мы будем служить Господу. Иисус Навин 24.15 Так что весь мир уже следует зверю, не зная полностью, что происходит. Я верю также, что этот год, вероятно, является большим толчком в сторону безналичного общества. Как все это будет развиваться, я не знаю. Но вы можете просто зайти в новости и погуглить. И убедите, например, безналичный, безналичное общество. И вы увидите все больше и больше новостей об этом. Мы цифровое поколение. Мы цифровое общество. И это ускоряет изменения. Ускоряет их. Что случилось недавно, то то, что лидеры крупного бизнеса, генеральные директора, президенты корпораций и организаций, которые имеют совокупную стоимость 10 триллионов долларов, они объединили свои силы с Папой в создании и продвижении инклюзивного капитализма. И в основном то, что я называю новым мировым экономическим порядком с моральным проводником и моральным ридлером Папой Франциском. Это монументально. Это важно. Мы не знаем полностью, какие изменения мы увидим в этом году. Мы с вами никогда не видели мира, который так выглядит. Да, испанский гриф и так далее. Да, произошли глобальные катастрофы и проблемы в прошлом. Но в моей жизни, в вашей жизни, да, была Первая мировая война до моей жизни. Вторая мировая война тоже до моей жизни. Многие из нас вели войну во Вьетнаме и Корейская война раньше, что на самом деле было до меня так же. Но я здесь, чтобы сказать вам, что мы продолжим видеть больше войн и слухов о войне, о войнах. Иисус сказал в Матфея 24 так же и так же в Откровении 11, 18. Когда они говорят «Мир безопасно», тогда внезапное разрушение придет на них. Отчаявшиеся люди делают отчаянные вещи, отчаянные страны делают отчаянные вещи и так далее. Наш мир находится в кризисном режиме. И находясь в этом кризисном режиме, остерегайтесь. Потому что большие изменения могут быть приняты в одной части, где мы потенциально можем потерять некоторые из наших религиозных и политических свобод. У меня есть несколько слайдов, на которые я хочу обратить ваше внимание. Всемирный экономический форум DEVOS 2021 раскрывает инициативу большой перезагрузки. Может ли это быть обманом последнего времени? Большая перезагрузка относится к глобальной повестке дня мониторинга и контроля мира через цифровое наблюдение. Вы будете привязаны к нему через электронный идентификатор, связанный с вашим банком, учетом медицинских записей и социально-кредитного идентификатора. Что в конечном итоге будет диктовать каждый аспект вашей жизни. Вот что эта статья раскрывает. Большая перезагрузка хочет избавления от капитализма и свободных предприятий и замены их технократии North State Journal. Большая перезагрузка. Заметьте, какой был лозунг Байдена прямо здесь. Вы видите, что это был Build Back Better. Это цитировал Папа. Так что я скажу вам, вам нужно увидеть то, как Байден и Папа работают вместе. Посмотрите, как Байден продолжает цитировать Папу. Как он это сделал в своей президентской кампании. Смотрите, как этот слоган повторяется. Build Back Better. Посмотрите, как они работают вместе. В Откровении 13 есть две силы. Рибская и папская власть из США. Это два зверя в Откровении 13. И они собираются работать вместе, чтобы принудить к знаку зверя. На экране повестка дня Девоса. Всего в нескольких днях назад. Пандемия ускорила системные изменения, которые были очевидны до его возникновения. Линии разлома 2020 года сейчас выглядят как критический перекресток в 2021 году. Время восстановить доверие и сделать важный выбор быстро приближается. Нам необходимо спросить приоритеты и срочно сильнее реформировать системы во всем мире. Повестка дня Девоса. Инноваторская мобилизация мировых лидеров. Сформировать принципы политики и партнерских отношений. Это важно для лидеров всех сфер жизни. Чтобы работать вместе виртуально для более инклюзивного, сплоченного и устойчивого будущего. Как можно скорее в 2021 году. Для улучшения состояния мира Всемирный экономический форум начинает с нативу большой перезагрузки. Твитт Папы Франциска. Чтобы помочь нашему обществу Build Back Better, присоединение слабых должно соприкаться с усилиями по продвижению их активного участия. Союз католических новостей Азии. Папа Франциск становится моральным проводником инклюзивного капитализма. Принимая моральные принципы церкви, большой бизнес принимает религию, чтобы создать надежную экономическую систему. Итак, Папа Франциск теперь имеет дополнительную ответственность, служа моральным ориентиром для некоммерческой организации под названием инклюзивный капитализм. Который привлекает лидеров бизнеса, правительство и гражданское сообщество, стремляясь сделать капитализм более динамичным, устойчивым, инклюзивным. И они объединяются, чтобы включить исключенных из капиталической статистической системы. И хотят, чтобы Папа Франциск стал их факелоносцем. Консилиум за инклюзивный капитализм запущен 8 декабря под моральным руководством Папы Франциска. Стремится придать чувство принадлежности бедным и маргинализованным, которые опоздали на автобус экономического процветания. Участниками являются фонд Форда, Джексон и Джексон, Мастеркард, Банк оф Америка, фонд Рокфеллера, Мерк, Селфорс и Виза и так далее. «Инклюзивный капитализм, который не оставляет никого позади, который не отбрасывает ни одного из наших братьев и сестер. Благородное стремление», — сказал Папа Франциск 11 ноября 1919 года. «Этот совет, этот канцл будет следовать предупреждению от Папы, чтобы услышать крик земли и крик бедняков и ответить требованиям общества к более справедливой и устойчивой модели роста». Лин Форестер Д. Ротшильд — основатель этого совета. Это просто потрясающе. Так что энциклика «Фрателли Тути» — это самая последняя энциклика Папы. И, кстати, это тоже упоминалось избранным президентом Джо Байденом. Он ссылался на эту энциклику, и я думаю, что будет ссылаться на нее больше. В его энциклике «Фрателли Тути и все братья», выпущенной в этом году в Ассисии в Италии, Папа осудил мировую экономическую несправедливость и ее разрушение планеты. С Папой, как моральным лидером, новый глобальный альянс толкает, чтобы переориентировать капитализм как силу для общественного блага, принимая моральные принципы церкви. Большой бизнес принимает религию, чтобы создать надежную экономическую систему. «Эй, я правильно это читаю? Папа, как его моральный лидер, большой бизнес принимает религию, чтобы создать надежную экономическую систему». Смотрите, мы говорим здесь о глобальном единстве, о новом мировом экономическом порядке и новом мировом порядке как ответе на глобальную пандемию COVID-19. Здесь близкое пророчество в заголовоках. Когда я читаю книгу Откровения, книгу Даниила, и я смотрю, что происходит в мире, друзья, мы живем в последние моменты истории Земли. Последняя крупица песка просаживается сквозь песочные часы времени, и дверь спасения закрывается. Поэтому это очень важно прямо сейчас. Мы не знаем, когда день и час, когда Иисус придет. Мог бы Он прийти в этом году? Абсолютно, но мы не знаем, когда. Это не вопрос «Если», это вопрос «Когда». Матвея 24, 44 «Иисус сказал, что Он придет в час, когда большинство не ожидает». Многие из нас посмотрят и скажут, что они увидят приход Иисуса. Они скажут «Я знал, что Он приходит, что Он придет. Я просто не знал, что Он придет так скоро». Бог хочет, чтобы мы были готовы к скорби. Мы не должны бояться скорби, но мы должны быть готовы к скорби. Бог хочет подготовить Свою невесту к прачному ужину Агнца. Вы знаете, я верю в то, чего хочет Бог. Он хочет, чтобы мы влюбились в Него. Мы не попадем на небо, если мы не любим Иисуса, не любим Его всем сердцем. Почему мы должны любить Иисуса? Потому что Он умер за нас, потому что Он поднялся для нас, потому что Он вознесся на небеса для нас, потому что Он представляет нас. Он наш великий предосвященник, наш заступник, наш адвокат на небесах. Он твой великий предосвященник. Иди, исповедай твои грехи твоему священнику. Его зовут Иисус. И я люблю Иисуса, потому что Он скоро придет. Но я также люблю Иисуса, потому что скорбь или любое испытание, которое мы проходим, Иисус сказал, что Он никогда не покинет нас. Евреям 13, 5 и 6. Это хорошие новости. Слава Богу, это хорошие новости. Мы смотрим, как Соединенные Штаты Америки и Ватикан работают вместе. Держите ваши глаза открытыми на это. На что еще смотреть? Следите за этой большой перезагрузкой на повестку дня по изменению климата. Держите глаза открытыми для толчка воскресного закона. Мы точно не знаем, как все это будет. Но мы знаем, что это конец игры. Мы знаем, что это конец игры. Все ведет к принуждению. Мы должны видеть пророчества в заголоках. Мы должны увидеть настоящие пророческие новости за ежедневными новостями. Итак, чего же ждать в 2021 году? Много изменений. Подумайте о том, как COVID-19 изменило нашу жизнь. Сейчас вы дважды думаете, пожать ли руку для поздравления. Вы дважды думаете о путешествии, собираться вместе с группой ваших семей или друзей. Или что угодно. Я знаю, есть дебаты о маске. Маске или без маски и так далее. Но дело в том, что это изменило наш образ жизни в значительной мере. Иисус сказал, что Он придет во время, когда большинство не будут готовы. Этот год будет большим, мега-пророческим годом. 20-й просто прошел. Когда вы видите, пророчество исполняется, что вы должны делать? Встать на колени и искать Господа. Но что смотреть в 2021 году? Смотрите, как Папа Франциск продвигает Laudato Si. Потому что Он сказал, что Он собирается продвигать особым образом, способом на протяжении года. И Он сказал, что это кажется в октябре. Наблюдайте за Laudato Si. Это его энцигрика по окружающей среде. Наблюдайте, как Он продвигает ее. Наблюдайте, как она плечает в себя потенциально воскресный закон. Так что наблюдайте за этим. Номер 2. Избранный президент Джо Байден тесно сотрудничает с Папой Франциском. Вы видите это на экране. Номер 3. Движение за изменение климата и его связь с Папой Римским. Я согласен, что мы должны заботиться о нашей среде. Я согласен с этим. Номер 4. Большой бизнес, который работает с Папой Франциском. Вы можете ждать. Номер 5. Инклюзивный капитализм. Смотрите, как это постоянно фокусируется. Номер 6. Большая перезагрузка. Следите за предстоящей встречей 25 января. И у нас будет еще одна трансляция об этом. Наблюдайте за весенней встречей, когда у них будет еще одна встреча весной. Глобальная пандемия COVID-19. Номер 8. Стихи необедствия и продвижение повестки дня по изменению климата. Так что мы, вероятно, увидим больше пожаров в Калифорнии и за границей. Мы увидим землетрясения во всему миру. Сейсмологи и геологи говорят нам, что это всего лишь вопрос времени в Калифорнии. Это только вопрос времени на северо-западе. Это только вопрос времени в других частях земного шара. И особенно в регионе, который известен как Огненное кольцо в Тихом океане. Мы можем ожидать больше цунами, больше наводнений, больше ураганов. Мы можем ожидать этого. И вы можете ожидать, что будет больше отчаяния. Вы можете абсолютно ожидать этого. Войны и слухи о войнах. И у нас есть другие видео, мы будем транслировать. Мы будем иметь дело с войнами и слухами о войнах. Например, сейчас Япония работает над ядерной ракетой. Так что, если нужно достигнуть Северной Кореи, они смогут это сделать. Номер 10. Предупреждение ООН о катастрофическом голоде, нехватке продовольствия, недоедании и так далее. Номер 12. Мировая экономика. В Откровении 17 это очень важно. Тайне Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И эта женщина римская, памская власть. И у нее в руке чаша. И она идет к политическим лидерам. И они напиваются. Ложное единство. И политическая сила в постели с блудницей. Где они работают вместе с блудницей. Так что власть римского папства, римская церковь, работает с политическими лидерами. И у них есть послы мира по всему миру. Послы едут в Ватикан со всего мира. Поэтому говорится в Откровении 17.15. Тогда он сказал мне воды, которые ты видел. Где сидит блудница. Суть люди и народы. Племенные языки. Другими словами, мир поддерживает римскую и памскую власть. И потом, говорится в Откровении 17.4. Жена облачена была в пар пурпурное и багряное. Подумайте, какие официальные цвета иерархов римской и папской власти. Багряный и пурпурный. И блистала золотом и драгоценными камнями и жемчугом. Другими словами, очень богатое религиозное учреждение. Она лежала в руке в золотую чашу, полную мерзостей и нечистот блуда ее. Что такое блуд? Это незаконный союз. И это то, что мы имеем. Мы имеем женщину-церковь, которая едет верхом на зверя. Зверь-политическая сила. И поэтому церковь доминирует над государством. Другими словами, политические силы мира будут выполнять ее приказы. И это то, что мы видим. Что римская власть, папская власть влияет на мир. И посмотрите, что произошло в темные века. Я видел женщину, упоянную кровью святых и кровью свидетеля Иисуса. И, видя ее, удивился удивлением великим. Откровение 17, 6. Ибо год положим на сердце. Выполнить волю его. Иметь единомыслие. Это единство. Но это ложное единство. И отдать свое царство зверю. Пока слова Бога не исполнятся. Итак, женщина из стиха 18. Женщина, которую вы увидели, есть тот великий город, который правит царями земли. Так что это ложное единство и духовный блуд. Это то, что здесь происходит в Откровении 18. Говоря о римской папской власти, в Откровении 18, 11, купцы земли, в Откровении 18, вы видите, торговцы земли упоминаются трижды земные торговцы. Вспомните о большом бизнесе, который присоединяется к папству. Здесь говорится в стихе 11. И купцы земли восплачут и возрадают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и среблянных, и камней драгоценных жемчуга, и весоной порфиры, и шелка, и баграницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всякие изделия из дорогих деревьев, из меди, из железа, из мармора. Перечисляется все дальше и дальше. Благовония, ароматные масла, ладан и т.д. В стихе 15 купцы в третий раз упоминаются. В стихах 11, 12, 15. Купцы, которые разбогатели от нее, станут вдали от страха мучения ее и плача и рыдая. Другими словами, настанет время, когда она потеряет свое влияние, и люди поймут. Подождите минуту. Нас обманули. Мы были введены в заблуждение. И здесь говорится, стих 17, смотрите, все это говорит о потере влияния и одновременно о глобальном экономическом коллапсе. Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали и, видя дым от пожара ее возле пили. Это откровение 18, 18. Говоря, что какой город подобен городу великому? И посыпали попелом головы свои, и его пили, плача и рыдая. Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатили все имеющие корабли на море. Ибо упустил он в один час. Веселись, осям, небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд на ваш над ним. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание на стих 9, 10. И восплачут, и возрядают они царизмные, блудодействовавшие и роскошевавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее, и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Это будет включать, я полагаю, полный, полный экономический коллапс, просто абсолютный экономический коллапс. Может ли это случиться в этом году? Конечно, может. Я верю, что эти финальные события произойдут быстро. Я думаю, что это, вероятно, может занять больше времени, чем только в этом году. Но я не судя этого. Я просто говорю вам, что мы уже видим, как вещи сходятся, скучаются. Ключевое слово — конвергенция. Вернемся к экрану. Стих 11 в мировой экономике. Книга Якова 5.1 «Послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваших сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас. И съест плоть твою, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли женцов дошли до слуха Господа Сава-Вафа. Вы раскошивали на земле и наслаждались. Напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите ваши сердца, потому что пришествие Господа приближается. Что мы читаем? Мы прочитали, что придет время, когда деньги не будут значить ничего. Мы приближаемся к тому времени, когда будет экономический коллапс. Это по-библейскому. Ничего сенсационного в этом нет. Никакого разжигания страха. Это просто Библия. Это просто библейские пророчества. Это очень важно. Это очень мощно. Откровение дает четкое понимание, что торговцы земли совершают блуд с политическими лидерами. Все работают вместе в одном уме, и они работают вместе, поддерживая римскую папскую власть. Ложное поклонение скоро будет принудительным. Откровение 13, стих 16. Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Что мы только что прочитали, что будет экономический бойкот, экономические санкции, экономические ограничения, наложенные на тех, кто не примет знак зверя, кто не поклонится зверю. Так что Библия делает это кристально ясным, что придет время, когда вы не сможете покупать, ни продавать, если вы не согласитесь с тем, что большинство делает. Это будет политически некорректно сопротивляться зверю. Будет политически некорректно не поклоняться зверю. Вы и я должны быть верными. Не бойтесь. Не время бояться. Это время быть сильными в Господе, найти доспехи Бога, согласно официантам 6, облачиться в доспехи Божьи. Мы прямо входим в катастрофические события, неизведанную территорию. Но Иисус сказал, что Он никогда не покинет нас, ни на секунду. Он сказал, что Он бы никогда не оставил нас. Не дрожите, стойте, твердо скажите, Иисус, я доверяю Тебе, что бы ни случилось. Причина, по которой Бог открыл нам эти разные вещи, которые произойдут, в том, чтобы мы могли приготовиться. Потому что, готовы вы или нет, последнее событие наступает с быстрой последовательностью, быстро, быстро, на форсаже. Помните, когда Иисус был предан, помните, как последние события Его жизни произошли очень-очень быстро, приведшие Его к распятию. Но затем привели Его к славному воскрешению. А затем, все в конечном итоге Его восхождение в небеса. Так что, как раз перед пришествием Иисуса, последние события будут быстрыми, финальные движения будут быстрыми. И поэтому, в то время как большинство христиан спят, они просто спят. И дьявол смеется, просто держи их во сне, держи их занятыми мирскими мыслями, просто иди спать, спать и пропустить подготовку. Помните, мы не должны спать. Помните, Иисус шел к ученикам в Гефсиманский сад, Матвея 26. Три раза Ему приходилось их будить. Три раза. Он сказал им не спать, посмотреть и молиться. Другими словами, бодрствовать и молиться, и наблюдать. Луки 21, стих 34-36 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягочились объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Иисус описывает, что это произойдет как ловушка, что люди не смогут убежать, если они не готовы ко второму пришествию Иисуса. Поэтому борствуйте и всегда молитесь, чтобы вас сосчитали достойными избежать всего этого. Что Иисус здесь говорит? Что когда вы увидите все эти знамения времени, не попадитесь в ловушку. Будьте готовы. Большинство христиан попадутся в эту ловушку. Недостаточно знать о пророчестве. Мы должны делать то, к чему призывает пророчество. Слово «Откровение» означает раскрытие кого? Откровение Иисуса Христа. Книга «Откровение» призывает иметь связь с Иисусом. В контексте знака зверя, антихриста, блудницы, багряном, в контексте этих катаклизмов. Луки 21, стих 25. Слушайте. «И будут знамения в солнце и луне и звездах. А на земле уныние народов и недоумения. И море вас шумит и возмутится. Это цинами. Это повышение уровня моря. Это поднимающиеся волны. Вы знали, что был бомбовый циклон? Вы знали, что был бомбовый циклон, который ударил по Аляске вчера? Они говорят, что ветер был примерно 100 миль в час. И говорят, что в дополнение к этому волны достигали высоты 15 метров. Я хочу обратить ваше внимание, что будут затопления прибрежных городов. Ожидайте новых цунами, которые затронут прибрежные города и, возможно, одного дня затронут Нью-Йорк или Бостон, Майами, разные города. Заметьте, что сердца людей наполнятся страхом. Так что Библия очень ясно даёт понять, что в последние дни люди будут бояться, напуганы до смерти. Обратите внимание на страх и боязнь ожидания вещей, которые придут на землю. Когда они увидят Сына Человеческого, приходящего на облаках с силой и великой славой. Теперь, когда вы увидите эти вещи, когда эти вещи начинают происходить, посмотрите вверх и поднимите ваши головы, потому что приближается избавление ваше. Слушайте, некогда бояться. Это время встать и сказать, знаете что, во имя Иисуса я не боюсь, я не буду беспокоиться, я не буду волноваться, не собираюсь бояться, я буду доверять Слову Бога. Он сказал, когда вы видите, как это происходит, посмотрите вверх, Аллилуйя, посмотрите вверх, потому что приближается искупление ваше. Мои друзья, я знаю, куда я иду, а вы? Я хочу молиться с вами. Вы знаете, куда вы идете? Вы знаете, куда вы идете? Вы должны знать, куда вы идете. Не угадывайте о своем спасении. Нет. Это вечная жизнь, о которой вы должны знать. Иоанн 3, стих 16. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий вершин в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это подарок, который мы получаем верою. О, друзья, я здесь, чтобы сказать вам, время вышло. Время вышло. Когда они говорят, мир, безопасность, то внезапно настигнет их пагуба. Глобальное единство, которое в конечном итоге будет включать принуждение. Я открываю книгу Откровения. Откровение 13, стих 3. И я видел, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Здесь имеется в виду римская папская власть. Они получили смертельную рану, когда папа был взят в плен по приказу Наполеона в феврале 1798 года. И папа Пий VI умер через полтора года во Франции. Наполеон знал о махинациях и темных делах папства. Достаточно. Я положу этому конец. Я отменяю папство. Смертельная рана. Но Библия сказана, смертельная рана будет исцелена. Когда папа приехал сюда, он говорил в Конгрессе США, он говорил в ООН, он пошел в Белый дом. Он получил королевское обращение и удивилась вся земля, следя за зверем, согласно Божьему Писанию. Теперь смотрите. Весь мир удивился и последовал за зверем. Вы следуете зверю? Вы следуете за зверем? Откровение 13, стих 8. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агца, Раклана, до создания мира. «Кто умеет ухода слышит?» Пусть услышат, что говорит Иисус. Слушайте не только физическим ухом, слушайте от всего сердца, потому что мы должны приготовиться к следующей части пророческого пазла. Это одно из самых страшных предупреждений. Бог показывает Его срочное тройное послание для последнего времени, известное как «Весть Трехангел». Это освящено в центре книги Откровения 14. Послушайте эти предупреждающие известня. Вам нужно знать эти вещи и вам нужно найти Церковь, которая проповедует трехангельское послание по всему миру. Я говорю вам, это здорово, когда вы можете пойти в Церковь и вы слышите библейское пророчество, вы слышите о событиях последнего времени и вы можете говорить с другими христианами, которые верят в эти вещи. Время пришло. Ущипните себя. Это последние дни истории Земли. Сейчас не время игнорировать вашу Библию, не время избегать библейские пророчества, это не время пренебрегать молитвой, это время молиться. и изучать Слово Бога и сотрудничать с другими христианами, кто верит в эти вещи. Я вам скажу, это интересно, это интересно. Это послание третьего ангела. Вы должны услышать Откровение 14, стихи 9 по 12. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, громким голосом, так как это срочно. Кто поклоняется зверю или образу его и получает метку зверя на лоб или на руку, метку зверя вы можете получить на лоб или на руку, но не печать Бога. Печать Бога вы можете получить только на лоб. Обратите внимание, если человек получит клеймо зверя, что будет? Стих 10. Тот будет пить вино ярости Божией. Вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, становится горячо. И будет мучен в огне и сере перед святыми ангелами и перед агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его. Сильные предупреждения. Сильные. Мы не можем позволить себе догадываться, что такое начертание зверя. Не можем позволить себе угадывать. Вы не можете себе позволить угадывать, что это за зверь. Кто этот зверь. Что такое образ зверя. Мы не можем позволить себе гадать в этих вещах? Кто проповедует о начертании зверя? Кто проповедует об образе зверя? Следующий стих описывает, кто проповедует эти три сообщения ангелов во всем мире. Они глобальны. Откровение 14 стих 12. Здесь терпение святых. Слово терпение означает выносливость и настойчивость. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи. Это включает седьмой день соблюдения субботы, кстати. Соблюдающих заповеди Божьи и веру Иисуса. Кто же будет проповедовать это? Люди, которые возносят все Божьи заповеди. Десять пальцев рук, десять пальцев ног, десять заповедей. Я хочу, чтобы вы заметили здесь это могущественно. Те, кто проповедует эти сообщения, делают это по всему миру. Достичь мир для Христа и придавая трубе определенный звук. Друзья, это правда для последнего земного часа, последнего часа земли. Если вы получите метку зверя, вы получите семь последних язв. Теперь вы не получите семь последних язв, если вы просто скажете «Господь, я хочу знать правду, я хочу служить Тебе, Господь, я хочу следовать за Тобой». Посмотрите на Откровение 16 стихи 1 и 2. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам «Идите и вылейте семь час гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло. И третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь». Библия дает очень четко понять, эти карающие язвы собираются падать одна за другой. Они собираются упасть, и они упадут на тех, кто получит знак зверя. Поэтому на нашем канале мы не угадываем, что такое знак зверя, мы не угадываем, что такое образ зверя, мы не угадываем, кто это зверь. Римская папская власть, если это зверь. Этого придерживались почти все протестантские реформаторы, Мартин Лютер, Тиндель, Кнокс, Мелленгтон, братья Уэсли, Джон Калвин и другие, они верили, что римская папская власть — это зловещий зверь, антихрист. Так что это довольно тяжело. Я знаю, что это довольно тяжело. Но это вся правда и ничего, кроме правды. Теперь я знаю, что иногда правду трудно глотнуть. Это как большая витамина и таблетка. Это хорошо для вас, но это будет сложно проглотить. Вот почему вы запиваете это водой. Так как мы можем проглотить эту большую таблетку, этих больших предупреждений со Святым Духом. Он поможет нам сделать это. Недостаточно получить молоко Слова. Вам нужно иметь мясо Слова. Вам нужно иметь мясо Слова Бога. Да, нам нужно просто слышать и читать. В Библии есть очень много стихов, которые очень-очень-очень просто читать. Они нам нужны. Но мы также должны углубиться даже в некоторые из тех простых стихов, которые вы думаете, что понимаете. Вы можете понять их еще лучше. Что-то происходит вокруг нас, говоря нам, отдай свое сердце Иисусу, отдай свое сердце Иисусу, отдай свое сердце Иисусу. Это пророчество быстро исполняется. Это захвачивает воющие времена, чтобы слушать. Позвольте мне спросить вас об этом. Вы собираетесь выживать в 2021 году или вы собираетесь процветать в 2021 году? Но мы можем быть среди тех, кто выжил и процветает. Вы не знаете. Я не знаю, что произойдет в этом году. Но мы знаем, что что-то случится. Мы не знаем все. Но мы знаем некоторые вещи. И поэтому я рассказываю вам эти вещи. Вещи, на которые надо смотреть. Вещи, связанные с стихийными бедствиями, с ответами Папы. На них просто... Смотрите просто на них. Наблюдайте за деятельностью двух зверей из Откровения 13. Наблюдайте приметы времени из Матвея 24, Луки 21. Наблюдайте, как каталог знаков времени выполняется, выполняется, выполняется. Я верю, что должно быть глобальное единство. Мы должны собраться вместе. Должны собраться друг о друге. Нам нужно любить друг друга. Это хорошие вещи. Но, к сожалению, глобальное единство в последнее время не собирается включить в себя некоторые вещи, которые заманят людей в ловушку. И это то, где мы должны бодрствовать, бодрствовать, бодрствовать и не спать. Бодрствовать, молитесь, изучайте, прочитайте книгу Откровения, читайте книгу Даниила. «Не сдавайтесь! Я хочу молиться молитвой веры». Мы открыли некоторые тяжелые вещи. Не бойтесь будущего, не бойтесь. Просто идите к Иисусу. Дайте Ему все свои страхи. И скажите, Господь, я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что произойдет в 2021 году. Но, Господи, я отдаю мое будущее Тебе. Я отдаю мое будущее Тебе, Господь. Ты знаешь все мои потребности, Ты знаешь, что я слаб, и мне нужен Спаситель. Иисус, держи меня в своих руках. Ивана 10, стихи 28 по 29, дает понять, что мы находимся в руках нашего Отца и в руках Иисуса. И Он сказал, что никто не может вырвать нас из Его рук. Вот это обеспечено. Это обеспечено. Так что для Вас есть Писание для этого года. Друзья, если когда-нибудь наступит время, когда нам понадобится этот отрывок, то оно наступило сейчас. Мы смотрим на Иоанна 10, стихи с 28 по 29. Это Писание на 2021 год. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, и не погибнуть вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. «Я и Отец одно». Вы слышали, что это Писание, это Писание, на которое вы можете претендовать в этом году. Это Писание, на которое вы можете претендовать, входя в неизведанные территории. Мы не знаем, что случится в этом году. Слушайте. Я говорю веру. Я говорю надежду. Я говорю ободрение. Я говорю свет. Я говорю Слово Божье, что мы в руке нашего Спасителя, и мы в руке нашего Отца, и никто не вырвет нас из Его рук. Мы в хороших руках, руки со шрамами от гвоздей. Иисус и руки нашего Отца. Теперь, друзья, не отказывайтесь от этих обдваний. Это то, что нам нужно прямо сейчас. Это то, что вам нужно. Держитесь за эту надежду. Не бойтесь. Мы не знаем о завтрашнем дне, но мы знаем, что Иисус держит будущее. Иисус не догадывается о будущем. Он знает будущее. Давайте молиться. Я хочу молиться прямо сейчас. Я буду молиться с верой. Я буду молиться с верой. И когда я молюсь с верой, я призываю вас обратиться к Иисусу с верой. Что значит иметь веру? Вера есть верить в Слово Бога. Вера приходит от слышания. И слышание Слова Божьего. Это ваша книга веры. Отец на небесах. Я благодарю тебя за тех многих, которые присоединились к нам сегодня вечером в день Нового года. И когда мы смотрим в будущее, есть много чего мы не знаем. Мы знаем, что кое-что градет, но есть много неизвестного. Иисус, я молюсь, чтобы ты был с моими друзьями по всему миру. Мои братья и сестры со всего мира. Я молюсь с верой, Господь, чтобы ты защитил нас от лукавого. Я молюсь с верой, Господь. Молю, защитите каждого. Защитите от крови, защитите от этого смертельного вируса. Пусть не причинит вреда и опасности моим друзьям и их близким со всего мира. О Господи, продолжай держать нас в молитве. Держи нас, чтобы мы искали Тебя больше в Твоем Слове и в личной молитве. О мой Отец, я умоляю Тебя. Ты привел нас вместе. Пожалуйста, Господь, благослови моих друзей, которые живут с нами сейчас, и те, кто присоединится на загруженной трансляции. Я молюсь, Отец, вылий Твоего Святого Духа. Я умоляю Тебя, мой Отец, вылий Твоего Святого Духа. Спаси нас Твоей кровью. Мы знаем, что мы грешники. Очисти нас. Прости нас. Помоги нам смотреть не на себя, а на Иисуса, чтобы быть готовым, когда Ты придешь на облаках Иисуса. Может это случиться в этом году. Помоги нам приготовиться. О, помоги нам приготовиться. Помоги нам приготовиться. Ты знаешь наши стремления, Господи, которые у нас есть, за членов семьи. Я молюсь, дорогой Отец Небесный, благослови каждого члена семьи. Пожалуйста, пожалей нас, помилуй нас и наши семьи. Не допусти вреда и опасности. Ты иди на нас. Мой Отец на небесах. Я заканчиваю эту молитву. Работай в нашем сердце. Помоги нам стать больше подобными Христу. И помоги нам никогда, никогда, никогда не оставаться. Ваим Иисуса.